Рено Логан Stepway Такую хорошо пинающуюся коробку автомата На самом деле коробка при эксплуатации может свистеть, будеть Это нормально, это нюанс этой коробки Мотор действительно надежный, он легко ремонтопригодный, он очень выносливый Что касается комфорта Звучок видели, да? Сразу оговорюсь, большие скорости это больше 120 км в час Это уже большие скорости для этого автомобиля Туда можно все угодно положить Наверное, в мешка 4 картошки запустя войдет, то и больше Что касается панели приборов, меня дико бесили эти сраные красные кружочки Вы всегда доедете с пункта в пункт Б Ребята в Рено заморочились и сделали автомобиль Который будет такой же большой, как Логан Но такой же высокий, как Сандеро Stepway Они сделали Логан Stepway На момент, когда я покупал Рено Сандеро Это был 2018 год, весна Был из версии Stepway только Сандеро Не было Логан Stepway А мне нужна была достаточно высокая машина Поэтому я подумал, блин, а какая разница В принципе, машина на одной платформе И вроде бы как место у них одинаковое Возьму-ка я Сандеро Потому что она типа повыше На самом деле, да, база у них одна Но место в салоне отличается кардинально Например, в этой машине Место сзади у пассажиров Где-то сантиметров на 5 больше, чем в Сандере Потому что, например, в Сандере я с трудом влез на заднюю сидушку Именно по расстоянию до колен В принципе, я спокойно умещаю сам за собой Каких-либо трудностей я здесь не испытываю Три пальца у меня здесь влезают от колена до сиденья Поэтому место здесь примерно как в Дастере И по ширине есть в принципе комфортно То есть каких-то неудобств я не испытываю Здесь есть небольшой подстаканник И есть прикуриватель, куда можно лоткнуть USB Все, а что еще надо? Сиденья, на самом деле, они очень простые За счет этого они достаточно комфортные Но, например, ни боковых поддержек здесь нет Ни каких-то там упоров поясничных То есть болтать будет основательно Но здесь есть эти москвические ручки Как и в Жигулях, как и во всех этих простых бюджетных автомобилях За которые можно держаться Но, как показывает практика Когда вы едете где-то по бездорожью Головой очень хорошо прилетает в стойку, в стекло Болтаться очень здорово И действительно можно прилетать справа, слева Насчет тоннеля Тоннель здесь действительно низкий То есть, в принципе, третий пассажир поместится Без каких-либо трудностей Но вопрос по ширине Хватит ли вам ширины плеч? Но надо дать должное Машина достаточно широкая В сравнении с конкурентами Здесь места действительно достаточно много По поводу задних неэлектростеклоподъемников Ну, такая комплектация Да, здесь еще остались эти вот мешалочки Но если у вас есть дети Это большой минус Потому что, когда я выбирал автомобиль Мне было важно, чтобы я мог заблокировать эти окна Чтобы дети у меня их не выкручивали И на скорости не открыли случайное окно Здесь у вас заблокировать получится только одним способом Гаечным ключом Да, вы можете снять эти ручки Чтобы их не смогли крутить дети Но, в целом, действительно комфортно, удобно Чего-либо плохого про этот салон и не могу сказать Только что он очень простой Насчет места в багажнике Здесь его гораздо больше, чем в Renault Sandero Но, поскольку это седан Здесь не так много пространства Именно под какие-то габаритные вещи Но в Sandero тоже его немного Даже если вы стянете задние сидушки Места там, в принципе, мало Поэтому, если вам нужно возить Либо много людей Либо много какого-то груза Либо у вас просто большая семья И постоянно там коляски, еще что-то Вам есть смысл рассмотреть именно Duster Что касается багажника этого автомобиля Я уже говорил, он достаточно большой Ну, давайте посмотрим Во-первых Где выемка, ребята? Где эта сраная выемка? Она была у меня в Sandero Где? Вот как мне его открывать? Вот тут я нажимаю на кнопку И что? Вот куда мне палец сунуть сюда? А если я в перчатках? Ребят, не подумали Косяк Это что такое? Ну, хотя бы пружинки какие-то Вы сделаете нормальный Еще с ним будет через год, через два Ее придерживать надо Да, вот этот грязный сраный багажник Который вечно засирается Да, из-под машины Мне вот его нужно аккуратненько Да, своей рукой Так удержать Аккуратненько, плавно открывать Да, не дай бог Чтобы он не долбанул Да, и петлю мне не вырвал Ну, почему? Почему? Даже багажник нормально сделать Блин, не можете Ребята Второе Видите, как на дугах багажника Здесь красный налет Это не просто так Это здесь что-то грузилось Видимо, типа велосипеда Или еще что-то И вот этой дугой Этот велосипед Поцарапался Потому что Когда вы грузите багажник Вы не представляете себе Куда эта дуга зайдет Что она там поцарапает Примнет Вы закрываете багажник И она уходит внутрь Если у вас здесь стоял велосипед Это будет Представляете себе, да? Блин, вот Не по-человече, короче Ну, а так в целом Место действительно вагон Просто сюда можно Все что угодно положить Наверное, мешка 4 картошки Запросто войдет То и больше Что касается цен на эти автомобили Они заканчиваются То есть за топовые комплектации Вы заплатите в районе 14 тысяч долларов Если мы говорим про Duster На него цены начинаются От 15-16 Да, это немножко дороже Но Duster совершенно другая машина Это машина другого уровня Другого класса С другим уровнем комфорта С другим количеством места В салоне, в багажнике В принципе, я именно поэтому Сандеру и продал И купил себе на Duster Потому что, например, коляска Сходу у меня в Сандеру не влазила Я должен был снимать с нее колеса Но это не очень удобно Потому что, блин, постоянно снимать колеса Я не хочу В Duster коляска входит Прям загнала все В этой машине за счет вариатора Климент составляет около 180 миллиметров В Duster к сравнению 210 Ну, разница существенная Если вам нужно куда-то выбираться Даже, даже хрен с ним Насколько я не признаю Этот передний привод На Duster Можно даже взять Duster с передним приводом И это будет лучше Чем вы возьмете вот эту машину Даже в топовые комплектации С какими-то допами Если же вам место не принципиальное Вы, например, мамочка Которой нужно возить детишек в школу Или вы, например, досматриваете машину для своей жены То, да, в принципе Этой машины за глаза хватает Потому что места в Солоне В принципе, достаточно Для города Вот этот вариатор Он достаточно комфортный будет Если мы говорим про Duster Это механика, да Про автоматы вообще говорить не буду Потому что Это говно Туда вообще не надо смотреть Среди ближайших конкурентов Можно еще выделить Volkswagen Polo Skoda Rapid Hyundai Kia Ну, и, например, всякие PJ, Citroёны Но это в топку Что я могу сказать про Volkswagen Polo Плохого про него чего-то сказать трудно Действительно, машина неплохая Она разошлась среди таксистов В каршеринге Ну, она достаточно комфортная Достаточно приятная в салоне Ну, блин, тут и буретка Ну, она жесткая Она не особо рулится Ну, она стоит 16, 17 И даже 18 тысяч из комплектации Ну, блин, это дорого Это реально дорого для этой машины Я не хочу столько отдавать за бюджетную машину Бюджетная машина Она подразумевает низкую цену А в Polo что-то они как-то оборзели немножко То же самое могу сказать про Skoda Rapid Но у Skoda Rapid он действительно приятный Вот среди одноклассников В салоне, например, ты находишься Как уже в машине следующего класса То есть там, в принципе, достаточно качественные элементы отделки Сама машина очень приятная внутри Но ценник В топную комплектацию он доходит, опять же, до 17-18 тысяч долларов Я даже не знаю, что сейчас, кроме Рено Отъездить к бюджету автомобилям Наверное, только вот всякие ондо японские Но я, в принципе, не понимаю эту машину Что это такое Но, как таковый бюджет он немножко сдвинулся Вот И, в принципе, в этом классе до 15 тысяч долларов Остались вот тренажки Что касается комфорта Значок видели, да? Ну, вы поняли Какой комфорт? Ребята, копите бабло Если хотите комфорт, вам нужны деньги Если вы покупаете эту машину Денег у вас мало, или вы их экономите Значит, про комфорт вы особо не думаете Все, на этом можно заканчивать тему комфорта Я имею туда вот Качество пластика Какую-то вот шумоизоляцию Ребята, это не тот класс машины Эту машину вы покупаете в том случае Если вам нужно просто ездить с пункта А в пункт Б И вообще ничего не вкладывать в эту машину Вы хотите выйти из подъезда Ключик повернуть Нажать на педальку и доехать Все Машина очень хорошо отрабатывает всякие неровности Стыки, сколы дорожного покрытия Ямки Действительно очень приятно на ней ехать Но, если мы сравним с Duster Подвеска реально жесткая Потому что Duster все дело реально хорошо отрабатывает Эта машина нормально Но, если мы сравним ее с какими-нибудь Kia Hyundai Например, там Solaris и Rio Эта машина действительно будет комфортнее Что касается трассы Если мы говорим про Renault Sandero Эту машину сдувает На самом деле Машина очень неустойчива на трассе На больших скоростях особенно Сразу оговорюсь Большие скорости это больше 120 км в час Это уже большие скорости для этого автомобиля Квот, на больших скоростях машину реально сдувает Она очень неустойчива У нее очень большая пара стоит Среди того, что машина короткая Ее не так сильно прижимают к земле Но за счет того, что она высокая и с большим клиренсом Ее просто сдувает И вам действительно нужно ловить машину на трассе Что касается Logan и Stepway Здесь немножко все получше Все-таки не такой высоти, как Sandero Stepway И на трассе эта машина более устойчива За счет того, что это седан За счет того, что я прижимаю с двух сторон И за счет того, что она в принципе чуть-чуть пониже, чем Sandero Действительно, на этой машине приятнее Но, опять же, больше 100, там 30 км в час Я бы не советовал разгоняться на этом автомобиле Это уже не так безопасно Но на 130 она действительно рулится очень неплохо Что касается возможных коробок, моторов комплектации на этой машине Существует всего два варианта мотора Это мотор 1.6 K7M Мотор мощностью 82 лошадиные силы И мотор H4M Мощностью 113 лошадиных сил Из коробок здесь существует Механическая коробка пятиступенчатая И вариатор, называемый X-Tronic Что можно сказать по надежности? Мотор 1.6 литра Мощностью 82 лошадиные силы Он старый Он устанавливается на первое поколение Логанов На первые Sandero Каких-то глобальных проблем по нему нет Мотор действительно надежный Он легко ремонтопригодный Он очень выносливый У меня был Логан первого поколения Мы на нем даже учились экстремальному вождению Выкручивали этот мотор на максимум В итоге у меня легла только коробка А мотор хоть быкный Но! 82 силы Вопрос, хватит ли вам их? Если вы не выезжаете из города В принципе, хватит Например, какой-нибудь там Маме отвезти детей в школу Вполне Если вы рассматриваете машину Именно для большой семьи Например, если вы хотите ездить В четвером Куда-то выехать на трассу В другой город На дачу То уже, наверное, этот мотор Вас не будет удовлетворять Этот мотор нужно постоянно выкручивать Чтобы он как-то ехал И, в принципе, его не всегда хватает Но мотор действительно ресурсный Мотор надежный И каких-либо прям поломок скид нет Если мы говорим про мотор H4M Мотор имеет алюминиевый блок Мотор имеет алюминиевую клапанную крышку Но это не подается ремонту То есть, если он у вас уже износился Если он отработал свой ресурс Вы его просто выбрасываете В целом, ресурс этого мотора Ограничивают 250 тысячами километров У него достаточно слабое реле зажигания То есть, у вас машина может в один момент Просто вы едете где-то Она встанет, заглохнет И больше не заведется Есть такая проблема Я сталкивался с ней на Сандере Stepway Да, у меня была Сандера Stepway И где-то на пробеге в районе 5-7 тысяч Машина просто заглохла и все И я не смог ее завести Поворачиваю ключ, ничего не происходит Но, правда, машина постояла На секунд 30 И завелась Вот, есть такой момент Но, честно говоря, меня это немножко поднапрягло Давайте посмотрим, что реношники сделали Сливком бензобака Напомню, в первом Логане Он открывался с ключа Да, и в Сандере, кстати, тоже предыдущего поколения Вот, с 17-го года у меня была Сандера Тоже ключиком я должен был открывать этот бензобак И, соответственно, вешать с ключом пробку Или доставать ключ как-то Ну, в общем, было неудобно Посмотрим, что они сделали здесь Ну, как видите, открывается он из салона Пойдемте посмотрим Дергаем вот этот рычажок Ну, и пойдемте смотреть Да, наконец-то реношники сделали нормальную вещь Вот, как у меня в Duster Здесь не нужно вставлять какой-то ключ Все удобно, все комфортно Молодцы, ребята, доработали Что касается надежности вариатора Как, в принципе, на других моделях Renault Nissan, где он устанавливается Ресурс вариатора действительно ограничен Около 150 тысяч Зависит от условий и режимов эксплуатации Вот и все Если меняю с ним масло регулярно Если как-то его не насиловать Не буксовать на нем Не резко разгоняться В принципе, можно этот ресурс немножко увеличить Но, опять же, больше 200 тысяч И вариаторы редко ходят И они достаточно дорогие в ремонте, в замене Цены доходят до 5000 долларов Что касается именно эксплуатации этого вариатора В принципе, вариатор коробкой беспупенчатая И для того, чтобы человеку было как-то привычно Что-ли, она имитирует переключение Вот, например, на этой машине У этой машины пробег там около 3000 километров Все хорошо То есть он не пинается Он ездит достаточно плавно Но я ездил вчера на тестовый автомобиль Как эксплуатируют тестовый автомобиль в Renault? Газ в пол! Так вот, реносный вариатор Если он чуть-чуть подушатый Он имитирует такую хорошо пинающуюся коробку автомат Реально, ты едешь и чувствуешь, что бум, тебя вариатор толкнул Что? Это же бесступенчатая коробка Как он может пинаться вообще? Оказывается, может Поэтому Renault, они такие очень специфичные в разработке своих коробок Честно говоря, что у них автомат был четырехступенчатый Он ехал, хрен пойми как Еще не разгонялся Ресурс у него был тоже небольшой Этот вариатор они выпустили Ну, в принципе, тоже такое себе удовольствие Но если действительно машина не ушатана Вполне себе нормально То есть очень приятно на нем ехать И каких-либо проблем с ним не возникает Мы ездили на Audi И вот, ну, аудиушный вариатор Он создан для того, чтобы дарить именно комфорт водителю Чтобы водитель, в принципе, не чувствовал каких-либо там толчков Еще чего-то Здесь эта коробка просто типа аналог автомата То есть у них автомат устарел Они выпустили вариатор Окей Так, давайте чуть-чуть прокатимся Во-первых, с чем я столкнулся Вот я хочу засунуть ключ Если я не попал сразу в дырку Я в нее могу и не попасть Потому что здесь я не как-то сделал личинку выпирающую Блин, очень много мест, куда ключ можно воткнуть По случайности Поэтому это не очень круто Ну, в целом, нужно либо посмотреть как-то, либо привыкнуть Ну, если мы воткнули ключ Все заводится легко С полпинка, как говорится Ну вот Что я говорил по поводу коробки? Если мы включаем режимы Вот Мы ощущаем некий пинтилы Я чувствую, что подо мной там что-то происходит Прям коробка дергается Вот с нейтральки на дэшку Заживите нейтральку Я чувствую небольшой пинок Давайте включим дэшку Прокатимся Конечно, пристегнемся Обязательно Может, правильно я делаю? Поехали Ух ты Так, сняли с ручника Опять же Я только отпускаю газ Все, машина поползла Я чуть-чуть отпустил Она уже катится Такого, например, на роботе не было На роботе я отпускал газ И машинка потихонечку Плавно-плавно ехала Здесь нет Здесь она прям срывается В принципе, машина достаточно комфортная Достаточно удобная Почему мы, собственно, снимаем в таком интересном антураже? На этой машине есть такая волшебная надпись Сити Но мы и выбрали городской антураж Поэтому какие претензии? Все как надо Машина в своем стиле, в своем месте На самом деле, машина, в большей части, конечно же, городская Потому что вариаторная коробка Она не терпит пробуксовок Она не терпит каких-то пинаний, толчков Брестских ускорений А если мы говорим про бездорожье Ну, понятное дело, что там это нужно Там, как бы, вы без каких-то пробуксовов вряд ли куда-то заберетесь Например, по песку, по снегу, по льду Поэтому назвать эту машину Машиной для какого-то вот Даже минимального бездорожья я не могу Расход топлива у машины с этой коробкой Не сильно отличается от механики По динамике она чуть-чуть проседает Но это аналог автомата И в случае реношного автомата Это очень хороший аналог Потому что автомат здесь откровенно говно А вариаторная коробка по ощущению Очень даже неплохая Вот, поэтому, в принципе, можно ее брать Да, можно ее рассматривать Но, опять же, оговариваем надежность 150 тысяч и все И до свидания Я был очень неприятно удивлен тому Что у дилера нет автомобилей с ESP на механике То есть, если вы хотите автомобиль с ESP Вы покупаете комплектацию Citi Citi подразумевает собой вариатор Если вы хотите механическую коробку и ESP Таких машин в Беларуси не везут В России можно заказать Да, там все немножко проще с этим В Беларуси вы такую машину Очень вряд ли купите Если вам нужны ESP Вам в сторону Сандеры Но, как мы уже говорили В сторону Сандеры смотреть Я бы смысла не видел Потому что места действительно гораздо меньше Так что, либо покупать машину в России Либо рассматривать комплектацию Citi с вариатором Опять же, вопрос Какой вам нужен режим эксплуатации Если у вас эксплуатация на бездорожье Где-то, там вы на дачу ездите Иногда зимой хотите Может быть, пошлифовать чуть-чуть Хотя бы, никакого вариатора То есть, вам нужно искать механическую коробку Если у вас эксплуатация действительно городская Пробег вас устроит До 150 тысяч То есть, вы машину планируете продать Спустя 2-3 года И там 100-150 тысяч пробега Да, без проблем Можно вот эту машину брать на вариаторе Каких-либо проблем с ней не будет все это время И она действительно идет с ESP По поводу подушек В любой комплектации у вас будет Две передних подушки безопасности Если вы хотите еще две боковые подушки Это вам топовую комплектацию Ну, я для себя однозначно сделал выбор Что машина должна быть с ESP И со всеми С максимальным количеством возможных еще подушек Ну, тут как бы каждый сам для себя решает Насколько вам дорога ваша жизнь И жизнь ваших близких Ну, а так, если вы хотите сэкономить Конечно, базовые комплектации Тут, ну, без проблем Там цены действительно приятнее Так, что касается нюансов эксплуатации Механической коробки передач Их не так много На самом деле, коробка при эксплуатации Может свистеть, будеть Это нормально Это нюанс этой коробки Также, может иногда плохо включаться Первая передача Например, на холодную Или где-то, когда вы едете С какой-то скоростью больше Чем 5 км в час Действительно, может тяжело заходить Иногда может там задняя передача С трудом включаться Со скрипом и так далее Ну, банально На ней нет синхронизатора Ну, нельзя назвать, что она ломучая Действительно, по-моему Каких-то с этой коробкой нет Если ее нормально эксплуатировать Если эту коробку насиловать Вот как я это делал на Logan Например, своим экстремальным вождением Да, действительно, может выдавить сальники Место стыка сальника С ашрусом Оно достаточно слабое Из этого места Может вылиться масло коробки А если оно вылится То, например, где-то на трассе Когда вы едете на пятой передаче У вас шестеренка Находится немножко выше Именно шестеренка пятой передачи Находится немножко выше остальных И если из коробки Хотя бы немножко масла ушло То эта шестеренка перегревается И коробка может дать клина Поэтому, ну, нужно быть внимательным Но стоит отметить, что это все сопровождается Характерным свистом И вы почувствуете Если вы хотя бы раз услышали этот звук То вы почувствуете, что вот коробке Уже вот подходит конец И хотя бы остановитесь Проверьте уровень масла в этой коробке Да, понятно, для этого нужна яма Но тем не менее Лучше где-то взять эвакуатор И перестраховаться Чем потом ремонтить коробку По поводу замены масла в этих коробках Вопрос, конечно, спорный Но я бы все-таки дал предпочтение Регулярно его менять Потому что понятно, что есть какая-то выработка Есть какая-то стручка Лучше, чтобы она сливалась Нежели оставалась в вашей коробке И засирала ее Что касается какой-то общей надежности Нюансов при эксплуатации автомобиля Написано в интернете очень много Всякие отзывы вообще абсолютно разные У кого-то вообще все хорошо Там 150-200 тысяч У кого-то все прям рассыпается Там куча проблем Из-за такого частого Следует выделить то, что, например В моторах H4M Здесь крепление под уплотнитель есть А самого уплотнителя нет Это Рено, извините Надо самого доставлять Кто не доставляет Иногда вода залетает под капот Стекает по ремешку Если, например, у вас где-то там Подморозило Там минус какой-то На ремешке внутри может образоваться Такая мини-лужа Которая подмерзнет И в итоге Эта лужа попадает в пазы ремня И происходит перескок ремня При этом загибает клапана И капиталка мотора Ну, это такие вот единичные случаи Или, например, как двери открываются В движении Или, например, уходит из строя Замок багажника Ну, что можно сказать? Машин на рынке очень много Рено самая продаваемая марка в Беларуси И продажи у них только растут Ну, и теперь представьте себе Когда у вас на рынке миллион автомобилей Из них сломалось 100 Это много или мало? Или когда у вас на рынке Тысячи автомобилей Из них сломалось 100 Вот то же самое здесь Поскольку автомобилей много То вот эти вот 100 случаев Это капля в море Это на самом деле Как производственный брак У них тоже есть действительно Процент какого-то брака Есть откровенно неудачные автомобили Все-таки сборка российская И, ну, сами понимаете Человек с похмелья пришел Ну, что-нибудь там гаечку где-то не докрутил Ну, вот, получилась проблемная машина Но эти случаи единичны Если мы говорим про других производителей То у них общий поток автомобилей меньше И поэтому каких-то вот таких неисправностей Опять же меньше Но в процентах Это будет, если не так же, то больше Поэтому, ребята, машина беспроблемная Не просто так ее забирают все таксисты Не просто так она вообще везде Во дворе у меня стоит 5 Дастеров 3 Рено таких Сандеры 4 Рено Логана И это нормально Это в каждом дворе в Беларуси Про Россию, да Там эта машинка немножко не разошлась Но, опять же, мы говорим про бюджет Беларусь рассматривает именно бюджетные варианты Это самая бюджетная машина из нормальных на рынке Которая не будет вам каких-то неудобств доставлять Которая будет давать вам минимальный комфорт Какую-то надежность Поэтому, в принципе, вот верить этому всему точно не стоит Если вы берете новую машину А вы можете взять такую новую машину Да, она будет, грубо говоря, там в цене поддержанных немцев Или еще чего-то Ну, каких-то проблем у вас не будет И на Ломборгини вы можете приехать Если у вас датчик какой-нибудь глюка нет Но это бывает Это на самом деле случается Везде бывают свои нюансы Поэтому прям ходить эту машину, я считаю, не стоит Это необоснованно Машина действительно очень надежная Ну, в рамках разумного, конечно Что касается салона этого автомобиля В принципе, все достаточно понятно Комфортно, эргономично Каких-либо вот таких просчетов Я здесь сказать не могу Единственное, для себя я бы отметил Очень узкую карту двери То есть мне локоть на нее не очень удобно класть В Duster она действительно больше Там прям вообще комфортно Но, опять же, не все туда кладут руку То, что здесь нет подлокотника Я к недостаткам не могу отнести Потому что он здесь, когда есть Настолько неудобный Что, блин, лучшего здесь вообще не было Тем более, сидушку вы Ну, отрегулируйте, но это будет неудобно Нужно тянуться как-то сзади Как-то вы трущите Ну, это действительно не очень классно В плане вот этого вот нового руля Ну, честно говоря Ну, да, он симпатичный Он выглядит действительно приятнее Вот ставки пластиковые под алюминий Они, конечно, типа очень красивые Все дела, но, честно говоря Мне вот этот вот старый руль Ну, как-то он продлиннее, что ли Ну, дело вкуса На самом деле, ну, смотрится это действительно более стильно В плане материала руля Он здесь полиолетариновый Это вот дешевая комплектация Это City Это City Life И здесь руль он Прям совсем Вот я не хочу вообще прикасаться к этому рулю Он противный, гадкий Фу-фу-фу Что касается панели приборов Меня дико бесили эти сраные красные кружочки Я не знаю, вот зачем они это нарисовали Например, в Duster та же самая панель Да, но в целом она не сильно отличается Ну, там чисто белые цифры Рисочки И все А здесь они нарисовали эти сраные красные кружочки Ну, нахрена они это сделали Я вообще не понимаю В плане каких-то удобств Здесь стоит самая простая магнитола Здесь стоит самый простой кондиционер В топовой комплектации есть Климат-контроль И магнитола MediaNav Если вы в Duster, например, заказываете эту магнитолу Да, с большим сенсорным экраном И по умолчанию в ней уже идет Камера заднего вида Здесь нет Здесь это доп. опция За 150 долларов у дилера Ну, проще купить отдельно камеру Протянуть и подключить Все есть В интернете куча информации Или к народному мельцу это будет дешевле Но, опять же, ну, неприятно Почему у меня есть большая магнитола В которой нет камер Что за хрень Опять же, парктроника в этой комплектации нет Здесь их доустанавливали Насчет полочки Вот эта вот монетная полочка у таксистов В принципе, она достаточно удобна Туда можно накидать кучу мелочи Но, опять же, по сравнению с Duster В Duster этих полочек очень много Очень много А здесь нет Здесь как бы их поменьше Единственное, мне очень нравится полочка под телефон Внизу сюда идеально влазит телефон В Duster здесь находится управление полным приводом И отключение ESP Здесь же нет Здесь вот эта вот полость И сюда действительно влезает телефон Это очень удобно Места под ручником Здесь его очень мало И, ну, под какие-то жвачки, в принципе, хватает Опять же, два подстаканника В принципе, удобно Ничего не мешает Все здорово А так Больше здесь особо говорить не о чем В самом деле, он очень простой Насчет сидений Боковая поддержка здесь не так ярко выражена, как в Renault Duster Но она Она есть Она есть, но минимальная Но есть Сидения здесь мягче Но они очень комфортные Действительно, как и в Duster Например, мне очень комфортно в этих сидениях А в тех же Kia В тех же Hyundai Мне как-то вот Ну, прям не очень хорошо там сидится У меня устает спина У меня затекает шея У меня Ну, опять же, за счет того, что подушка короче У меня затекают ноги Здесь нет Здесь действительно все комфортно Я могу проехать на большое расстояние Без каких-то проблем и напрягов В плане качества звука Ну, оно очень посредственно Действительно, музыка здесь не очень качественная В Duster она гораздо лучше Прямо на порядок Что касается кузова этого автомобиля Сколы появляются Сколы ржавеют Машина не особо стойка к коррозии Но, с другой стороны Эту машину всегда можно закатать в пленочку И каких-либо проблем у вас не будет Например, эта машина сразу была закатана в пленку И сколы не образовываются То же самое я сделал с Duster Что касается надежности подвески Ну, это, наверное, самое слабое место этой машины Не считая электрики Не считая лампочек Не считая вариатора Прикольно Не считая того И не считая, что это Рено вообще Но, действительно, наибольшее количество нареканий Именно на подвеску Потому что она живет не так долго Проблемы могут начаться уже с 30-50 тысяч километров На 100 тысяч километрах Там вообще полподвески нужно уже будет поменять Это связано с тем, что они выезжают очень часто Куда-то на дачи, на гравейки Еще куда-то И подвеску эту не жалеют Потому что она очень энергоемкая Она не пропускает какие-то пробои На каких-то кочках В принципе, можно скорость не сбавлять Если вы на каком-нибудь Солярисе или Поло По бездорожью, да, минимальным Будете ехать там 20 километров в час На этой машине будете ехать 60 И вы особо не почувствуете Каких-то вот неудобных ощущений Неприятных Машина, действительно, очень энергоемкая подвеска Но это компенсируется ее небольшим ресурсом Но надо отдать должное Запчасти здесь стоят вообще откровенные копейки Вот обслуживать эту машину Ну, от бы удовольствие Потому что все есть Действительно, запчасти ввалом Все об этих машинах знают везде Запчасти везут Машина, действительно, очень популярная Поэтому проблем каких-то с запчастями на нее нет Я с тем столкнулся, когда у меня была Альмера Ниссан Альмера Классик В принципе, в России машина очень популярная В Беларуси нет Я был чуть ли там не единственный Кто ездил на этой машине И когда у меня сломалась сраная клипсочка Я объездил весь Минск Вообще весь Я нашел только запчасти для грузовиков Нечто похожее И то В Москву приехал он, пожалуйста 50 копеек И, знаете себе, все, что нужно Хоть сотню этих клипс У нас нет Так вот, с этими машинами Каких-либо проблем не возникает Потому что Рено действительно Самая продаваемая Самая популярная машина в Беларуси И на нее есть все запчасти И они действительно стоят недорого Эта машина все знают И легко обслуживают Поэтому даже если у вас что-то сломается А сломается у вас что-то с подвеской 100% То вы без проблем это поедете и поменяете А если не поедете и не поменяете То будете ездить дальше Она не даст клину С ней ничего не произойдет Она просто будет издавать какие-то звуки неприятные И она их может издавать десятками тысяч километров И ничего с ней не происходит Это вот фишка этого автомобиля Он очень выносливый Что мы сегодня узнали про этот автомобиль Во-первых, то, что он в принципе беспроблемный По поводу вариаторов Да, ходят они в районе 150 тысяч Нюанс машины Но в городе замечательно Действительно, он каких-то проблем не доставит С ним приятно эксплуатировать автомобиль По поводу лакокрашенного покрытия В принципе, он достаточно слабый Но, опять же, все решается пленкой В целом, машина достаточно удобна Она достаточно комфортна Да, в определенном контексте То есть, например, на плохой дороге Она себя будет вести гораздо лучше своих конкурентов Если мы говорим про ее клиренс Опять же, он самый высокий в классе То есть, она на любой бордюр спокойно заедет Места в салоне много На дальние расстояния машина едет без проблем Вам не будет удобно А стоит она адекватных денег Потолок цены на этот автомобиль 14 тысяч долларов Ну, это действительно нормальная цена Для бюджетной машины Напомню, у нее конкуренты Пола и Рапид Они стоят дороже Они стоят от 15-16 тысяч Здесь таких цен нет Поэтому, действительно, машину Есть смысл рассмотреть Но, если у вас есть возможность Накопить немножко большую сумму Я бы посмотрел в эту сторону Дастера Если вам было интересно Подписывайтесь, ставьте лайки Будут другие интересные видео Будем стараться делать чаще, больше и лучше До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!